Здравствуйте! Солнце олени Дорога принесли Нарьянмар Мой Нарьянмар Городок Невелик и немал У печер у реки Здесь живут Оленеводы Рыбачат рыбаки У печер у реки Здесь живут Оленеводы Рыбачат рыбаки Ой, спасибо! Прямо за душу берет, да! Из тундры в студию! Да, из тундры в студию, да, только что хотела вас об этом спросить. Вы приехали буквально на два дня, на день оленя. И мне этого хватило. И хватило вам. За глаза и за душу посмотреть. Как, кстати, прошло выступление, как отреагировали оленеводы на русскую гармошку? Знаете, сказать то, что я вас люблю, это не сказать ничего. Это впечатление что-то, когда я вчера вот вертолет вот раз, потом что-то подпрыгнул, потом еще вот так, потом, как сказать, утвердился на травушке, муравушке Ненецкого автономного округа. Вот, в интересной далекой тундры, за ней туда наверх. И вот я вышел, и я посмотрел, и это было что-то. Это был культурный шок, можно сказать. Культурная революция, когда видишь, и хочется спеть. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне. И дубы, ну, дубов нету, но зато вот брусничная поляна такая, мох или как это вот... Ягель. Да, ягель, это потрясающе просто. Вот этот обрыв вниз, я вот так стоял, и хотелось мне вот приделать крылья и полететь над этим, вот, как вертолет, как Аннушка, Ан-2 у вас летает. Знаю, что давно влюблены в русский север, и говорите, что здесь песни пишутся легко, и даже вы написали песни. Заряжаются здесь люди, здесь организм восстанавливается полностью. Вот, знаете, у нас в метро проедешь, уже два дня в Питере побудешь, и как-то тяжело, вот, особенно Москва, вот, бывает так, что высасывают меня. Вот, а здесь тут просто прям как будто север твой. И даже гармонисты говорят в Москве, а, Шибков, ой, Шибков, это север, мы туда не поедем, это его. Что такое север? Это Карелия, Мурманская, Архангельская огромная, и Республика Коми, ну, и, конечно, Нинский фономный округ. Вот, весь северо-запад и русский север. Конечно, здесь есть песни. Есть песня, да, которую вы посвятили нашему городу? Гимн вашего района, Заполярного. Тем более, это спектакль, песня-спектакль, как на гармошке изобразить, как едут сани. Как они в полыню попали, застряли, звук бурана. Еще, бывает, микрофон делу ветер изображают. Вокруг пролетает небо, так быстро, так быстро. Сани мчатся по снегу, и со свистом, и со свистом. Посмотри, как красиво сиянье. Это снежное диво, Заполярье. Заполярье, Заполярье. Диво севера, это сиянье. Маленькие елки мелькают, как птицы, как птицы. Звезды тоже мечтают, влюбиться, так влюбиться. Посмотри, как красиво сиянье. Это снежное диво, Заполярье. Заполярье, Заполярье. Диво севера, это сиянье. Снова сани летят, забывая, забывая. Колокольчики, звенят, напевая, напевая. Посмотри, как красиво сиянье. Это снежное диво, Заполярье. Заполярье, Заполярье. Диво севера, это сиянье. Заполярье, Заполярье. Диво севера, это сиянье. А вы ее написали в 2014 году, да? Да, когда был здесь, путешествие, впечатление, да. Когда едешь по снегу, застреваешь, толкаешь нарты, сани. Тогда Николай Акулов поправил. Ты поешь на Ренмар и говоришь, ну что, садимся в сани, берем оленя за рога. На юге это может прокатиться. Станица там, Кубань или на Рязанщине, Воронеже, где-нибудь Подмосковье. А здесь говорят, нет, тут тебя засмеют, надо говорить нарты, правильно название. Игорь, я знаю, что вы музыкант-самоучка. Действительно так? Я научился сам играть на гармошке, на пианино, на балалайке, на гитаре, на жалейке. На скрипке не играю. А как вот можно от самоучки достичь такого уровня? Это что? Тем более даже получить звание академика, представляете? За научное открытие в сфере музыки. И получить золотую медаль первой степени в Санкт-Петербурге от Академии имени Державина. А откуда такая тяга? Кто-то играл в семье? И вообще его сколько... Да, прапрадед Гена, отец прабабушки был гармонист. Такого не было, чтобы заставляли. Хотя бабушка Анна Ниловна в Патуре, она заставляла. Она вот на баяне, я не хотел. А в парк пришел удельно, увидел гармонистов, увидел. И что-то проснулось. Что-то, как говорится, ёкало. Сколько взяли вот в руки? В 10 лет. В 11 уже заиграл. В 12 уже стал солистом ансамбля «Лучинушка» в Санкт-Петербурге. И уже где мы только не проехали. И, кстати, в Вологодске кружева у меня были, рубаха. Это сейчас в Беларуси мастера сделали. Витебские мастера. В том году, кстати, был на Славянском базаре первый раз. Вот, понравилось очень. Так все мечтал поехать, посмотреть. А сколько в репертуаре ваших песен? Своих, я знаю, около 60, да? Ну, а так, наверное, ну, не знаю. За три часа сколько можно спеть? Больше ста. По пёзе мы ездили с Андреем Ивановичем Масловым и Николаем Федотовичем Акуловым. Это легендарный северный поэт с мизением. Вот. И даже импровизируя на его стихи, беру. Мы два творческих человека. А когда творческие люди встречаются, такой как тендем какой-то вот получается. И вот даже песню он мне подарил. Приезжайте в мизень, в этот маленький северный город, где живут чудаки без возни за богатую жизнь. Был бы хлеба кусок, и не бил бы подыхнутый холод. Да жила бы любовь, вот и всё, что им нужно, кажись. Да, забытый край. Говорят, что дикий холод в мизине. А здесь ещё холоднее. Вот. Там хоть кислороду больше. В архангельском месте. Знаете, вот какие-то исконно старинные, забытые песни, в каких-то экспедициях участвуете? Как вот пополняете свой репертуар? Постоянно. Когда вот ездил по пёзе, река Мизинского района, вы знаете, что только у меня не спели. Два часа концерт проходит, я говорю, ну что, домой хотите? Коров доить надо? Или что-то там печку топить не хотят? И ещё часа полтора. Просто общаемся, беседуем, плясать выходим. Прямо из зала игры провожу. Вставайте там Камаринскую сейчас покажем, русского, растяпу. Вот по парам там ручеёчек что-нибудь такое сделаем. Вот. Собираю очень много, приносят частушки, дарят песни, настолько лежит. Я говорю, ребята, некогда, посвободнее будет, обязательно. Всё почитаю, отвечу всем. Нет такого, чтобы я письмо какое-то проигнорировал. Если глупость напишут, конечно, я говорю, извините. Задайте кому-нибудь другому. Моя себя чувствую, что по делу, и люди видят, как я страдаю, как я переживаю за дело, которое я делаю, то, конечно, я отвечу. И даже приеду туда, где живут, и меня ждут. Говорят, как ты всё успеваешь, как ты всё ездишь? А я езжу там, где меня ждут, любят. Постоянно. Я в скуке не бываю никогда. Где гармошка играет, там всегда праздник. Тем более она может и плакать, она может и грустить, может и похилософствовать. Твоё тепло, моё тепло, вот и не холодно. Пусть льётся свет от детских лет, Пусть будет молода. Давайте сначала От поля и речки С родного причала От печки, от печки Где звёзды сквозь рамы Снега на крылечках Давайте от мамы Давайте от печки Легендарная песня Геннадия Заволокина. Вот был, мне кажется, гармонист, только ездил. Помню, как он к Икур там ездил. Идёт с гармошкой, в плаще стоит чум. И вот, вот иду по тундре я. Здравствуйте, давайте знакомиться. Вот и вчера так же. Бывает, приезжаешь на большой праздник, В какую-то область, будь то Тверская или Рязанская. Видишь, там и начальство всё, И правительство области все В галстуках приглашают с ними за стол Что-то поговорить, обсудить Проекты культурного сотрудничества. Но чувствую, что всё речи, речи. А где же сама поддержка? Где же реально? А когда с простыми людьми, Как вчера в чум зашли, И оленеводы вокруг, я говорю, А вот ездил я вниз, к вам в заполярный район, Вася слеза вёз. Они ха-ха-ха, знаем такого. И подпевают люди, да? Да, так ехал, по кочкам трясёт у вас. Хотелось выскочить из сани, Из сани врезать. Вася, особенно, я говорю, На обратную дорогу. Я говорю, давай передохнём. Ещё речка Пыя, речка. Сём же по пути везде идёт. А он говорит, нет, поедем под фару, Под фару поедем обратно. Под ночью, вот, приедешь, И приезжаешь, и прямо вот так на сцену ложишься. Помню, Ома, знаете, да, у вас? Приезжаю, всё это самое, Лёг, матрас, прямо на сцену, Дайте пару часиков с дороги, Меня ещё штормит маленьким. После Бурана 8 часов дороги, То что-то, тем более, Он застрянет, бывает, наверх, И приходится выпрыгивать, И чтоб на тебя не свалился катапультироваться. То есть ваши снежные дороги, Это сказка. Да, что общаетесь с народом, И рождаются какие-то проекты. Вот расскажите о самых интересных. А говорим, говорим, И думаю, а почему бы не придумать Шепковскую ярмарку? Видите, интересно. Это я вам дарю, дорогие мои. Спасибо большое. А северянам по весне не спится, У них любовь особая к весне. Как пел ваш ленидарный кола-бильды, Вот придумали мы праздник Театрального гармонного действа, Где есть и гармонии, и частушки, И песни, и народные шансоны. На первом фестивале, на открытии, У меня даже с Москвы приезжали Серёжа Дроздов, Миша Михайлов. Москвичи поддержали. Серёжа интересная песня. Друзья, я вас за всё благодарю, И даже всех врагов своих прощаю. Я искренне любить вас обещаю. Друзья, я вас за всё благодарю. Папара-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа. Молодцы, так что это было здорово. Ангелина Васильевская придумали. Царица русской песни. Саша Шломан. Золотой голос Белоруссии. Поверили? Все поверили. Все сказали, на самом деле царица. Да, голос золотой поёт. Тенор Альтина, Саша, с Витебска. Да, вот, на самом деле, да, красиво. Замечательно. А какие ещё есть проекты интересные? Знаю, что вы современные хиты исполняете, пишете к ним. Да, есть патриотический проект в Санкт-Петербурге. Уже будет десятый юбилейный. Играя блокадная гармония. Где собираются гармонисты, исполнители военных. Вот в этом году Дмитрий Афанасьев приезжал с Псковщины. Заблудились в тумане деревья, поднимается солнце в зенит. А на рыжем пригорке деревня посредине России стоит деревенское детство моё. «Твоё, твоё», как я ему отвечаю. «Зыкинский соловей». То есть парень поёт голосом Людмилы Зыкиной. Понимаете, как это красиво. 90 лет ленидарной певицы было. Издалека Волга Течёт река Волга Течёт река Волга Конца и края нет Среди снегов белых Среди хлебов спелых Течёт моя Волга А мне семнадцать лет Под гармошку всё поётся. От Зыкиной, Заволокиной Даже можно и Зинфирус пить. Пожалуйста, не умирай Или мне придётся тоже Ты, конечно же, сразу в рай А я не думаю, что тоже Хочешь сладких апельсинов Хочешь слух рассказов длинных Хочешь я взорву все звёзды Что мешают спать На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на-на До свидания Мой любимый город Я почти пополам Прорвуки твои На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на… Был я на концерте в 2008 году На самом последнем балкон В Санкт-Петербурге В Ледовом дворце Взяли билеты Интересно, она молодец делает рок-музыкант и ходит, причем молодежь и постарше, и кому за 50. А вас какие песни чаще просят зрителей исполнить? И современные, и старинные? Зритель сейчас настолько разношерстный, настолько всего наслушался, и говорят, устали от фонограммы, даже на телевидение у нас не пошла фонограмма, хотели показать, как гармошка звучит с фонограммой, с сопровождением. У нас вот на Риамар в Санкт-Петербурге хороший аранжировщик, с которым я учился, сейчас он на крутой студии работает, теперь всем нашим звездам эстрады делает, пишет. Сделал, говорит, а садимся в сани? Друзья, а вы были на Дальнем Севере? Итак, отправляемся на Дальний Север, и там все красиво так сделано. Сделали мы на Риамар. Да и много. Никто тебя не любит, любит так, как я. Никто тебя не любит, так, как я. Никто не приголубит, так, как я. Никто не поцелует, так, как я. Любима Северяночка моя. Ну, где же ты, любовь моя? Для кого мои глазки горят? Для кого мое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Митрофановна, хороший Челябинский ансамбль, облепиха, деревенская танго, где в глазки черные ягодки смородинки, ягода смородина поспела на беду. Много таких зажигательных. Гормонотерапия, когда залом, ой, мороз, золотые горы, тонкая рябина, раскинулся море широко, виноват ли я? Вот. Ну, песни Кадышева, конечно, «Золотое кольцо» сейчас любят, очень популярны. Юбилей отметила Надежда Никитична. Вот. С чем мы ее поздравляем? Вы еще являетесь руководителем музыкального центра «Игра и Невская гармонь». Расскажите об этом проекте, интересный, как живет, чем живет. Музыкальный центр уже 10 лет будет. Что мы сделали? Это вот «Игра и блокадный гармонь». Это уже Шипковская ярмарка, уже третий раз в этом году пришла. В Новгородской области, на Малоге, в Пестово. Течет моя Малога, течет и мается, девчонка не дотрога, со мной останется. А культурный центр занимается гастролями, записями песен, рекламой. Раскрутить сейчас проект не так просто. Привлечь, как говорят, спонсоров, инвесторов. Сам вон бывает и штаны дырявые, и ботинки не такие, и рубахи не так, а все вкладываешь в развитие, все вкладываешь в популяризацию, чтобы это звучало. Бывает, гостиницу снимут, думаешь, да я ненавижу никогда, не хочу никаких. Только к людям, только в теплый уголок, пообщаться с людьми, в каждом регионе, посмотреть, как они живут, как на севере живут, как в тундре живут. Рассказали, как они спят на шкуре оленя, рога подержать. Он меня чуть не ударил. Сказали, нельзя против шерсти. Только надо вот так. Рога, конечно, такие хрупкие, прям как вот, даже не знаю, как объяснить, как лохматый хрусталь. Вы держали когда-то в колене за рога? Да, держала, конечно. Ездили, да? Наверное, впечатления были у вас, да? Конечно. Что хочется летать, такой вот подъем такой. Наверное, новые песни родятся у вас, да, после? Новые, конечно. Вот такая романтика еще бы. Подойди, подойди ты поближе, И в глазах, не боясь, посмотри, И в глазах я твоих все увижу, Мы счастливы с тобой в эти дни, И в глазах я твоих все увижу, Мы счастливы с тобой в эти дни, Покажи, покажи мне романтику, Завяжи, завяжи губки бантиком, Мы счастливы с тобой в эти дни, Накрывая волной от любви, Обними ты меня покрепче, И к себе поскорее прижми, На душе моей станет легче, Мы счастливы от любви. Действительно, я вот в интернете набрал Глагол покажи и существительное романтику. И только композитор Шепков додумался Такую фразу, вот, а, снег ноги вот поют, Да, такие вот, игра слов есть. А покажи мне романтику. То есть романтику надо показать, Приехать сюда, провести на оленей упряжке. У нас здесь очень много, да? Да. Летит в лицо мне белая метель, И тает, тает, нежно чуть дыша. И в эти дни я скажу, А ты мне верь, Пусть не болит твоя душа. Тает, тает на твоих губах, Знает, знает, снег о двух сердцах. Если веришь, разожми ладонь, Встречи и разлуки, не бросай в огонь. Вот такие песни рождаются здесь. Да то ли еще будет, то ли еще будет, Надо почаще выбираться. Надеюсь, на юбилей. Конечно, на юбилей надо. Причем гармонистов нету. Я смотрю, вот концерты, Многие ездят по Тверской, По Смоленской, по Чувашей, Всю Вологодскую область Окупировали гармонисты. Самый гармонный край. Как будто в каждом районном центре Всегда раз в год, А и чаще есть везде гармонисты. Я когда не позвоню туда, Говорят, извините, занято. Не до вас. Скоро будут, извините, езжайте. Ну ладно, пусть ездят. Пусть ездят, выступают. Дарят людям радость. Радость, вот. А у нас будет ваш концерт? Планируете? Я, конечно. У вас замечательный дворец Арктика, Потрясающий звук, Прямо все для звезд. И на сцене, здесь, в Нарянмаре, Чувствуешь себя звездою. Гармониста, звезда, да, с гармошкой. Это так очень, очень так заманчиво, Очень так романтично, интересно. Бывает в тундру, приедешь, Где микрофонов нету. Нету ни аппаратуры, ни звука, ничего. Нету, и все. А сельская местность была, Так и зала на 500 мест. Для чего строили в советское время? Когда население меньше, Как Керкуров сказал на Кубани. Зачем вам стадион? У вас население в городе меньше, Чем стадион. Уже пришло полный стадион. Ну пришло у меня 20 бабушек. Ну и что? Ну это же люди, им надо тоже Показать гармошечку. А вы зачем сюда пришли? Чтобы горе горевать! Мы за тем, кто собрались, Чтоб попеть, поплясать! Эй! Эй! Мясо мы не покупаем, Колбасу не кушаем, Телеканал «Север» мы включаем И Шибкова слушаем. Эй! И я приехал на Ренмар, Хорошо оделся, Руки-ноги отдохнули, Спеть захотелся. Эй! А ты играй, гармонь моя, Четырехугольная, Ты скажи, моя Любаша, Чем ты недовольная? Эй! И чесножки, это фонтан. Если честно, всем довольная. Это фонтан. Довольная? Это самое главное. А сами, Игорь, Вы какие больше песни любите? Вот такие старинные, Искона, да? Или уже более современные? Да, все думают, Что я вот одену наушники И слушаю там, там, Не рэп, Не так далее, Не это как-то досад. Зацепила меня, Обманула меня, Вероника, Вероника, Тика-тика, Ну как так, Ну набор слов, ребята, Ну сколько можно, надоело. А еще сейчас это Литчика, Литчика, Недавно был в Севастополе, И она сидит, Что-то там бухгалтер Что-то считает в кафе, И по все это, Муз-ТВ, По телевидению, И вот он это орет, Литчика, Алкоголичика. Песня со смыслом, Правильно. А сейчас песня, Чтобы людей все, Как, чтобы две извилины, И так у нас, Чтобы вообще одна извилина, Чтобы мы перестали думать. Вот. А где же красивая песня? Мы на свете живем, Чтобы делать добро, О России поем, Словно в храм мы идем, От лесов и полей, От лугов и морей, Расстилается даль Моя боль и печаль. Здравствуй, Вологда, Живи, Кострома, Красотою своей Ты свела нас с ума, Пусть наряд твой велик И манят кружева, Мне на сердце легко И кружит голова. В свободное время, конечно, Хочется послушать Надежду Кадышеву. Не знаю, почему. Бабкина я вот не... А сменные эстрадные песни Кадышеву именно в таком стиле, В русском. Николаева, Владимир Девятов, Марина Девятова. Вот. Сейчас езжу по регионам, Смотрю уже в машинах, У многих мои пластинки крутятся. Так приятно. Останавливаются. Это ты? Тополь и рябины идут, смотри. Да, во многих регионах На конкурсах исполняют Уже эту песню. Ай, я добрый тополю реки, А ты, а ты рябина Над рекой, но я лоня... Сейчас, господи, Свою песню же. Но я роняю гроздья, Тоски смотрю, Как ты порхаешь над водой, Тополь и рябина, Тополь и рябина, На разных берегах Судьба Развела. Значит, горькая, Значит, горькая, Значит, горькая Любовь с тобой была. То есть, допустим, Он живет в Нарянмаре, А она в поселке Скателий За рекой. Они росли вместе, Вот скучали друг по другу, Смотрели, И только раз такая река, Печора протекла между ними, И их разделила. Он как был тополь, Хороший, А вот она там вот все, Грозди свои над Печорой. А над Печорой, Да над быстрой рекой, Не цветет ли цветок голубой, А над Печорой, Да над быстрой рекой, Где встречались Любимые с тобой. Любимая где, Игорь? В Вологде где? В Вологде так получилось, Это у нас Питера, Но сейчас в Вологде, да. То сходимся, То расходимся, Уже устала, Что от моего бешеного ритма, Такого графика, Сумасшедшей любви Моих фанаток, Поклонниц, Никуда не деться. Гармонисты, Первого парня на деревне, Любят везде, Разбирают на кусочки, То шарф оставлю, То еще что не оставлю, В тундре шарф оставил, Значит вернусь к вам, Вернусь. Мы будем ждать, да. Да, вернусь обязательно. Игорь, спасибо большое, Что сегодня пришли к нам в студию, Я хочу тоже сделать вам подарок, Фильм нашей телерадиокомпании В условиях военного времени, Это вот именно о женском подвиге В годы Великой Отечественной войны. Спасибо огромное, Спасибо бойцам трудов фронта, Вот, Нинецкого автономного округа. Я очень рад таким подаркам, Спасибо, Нинецкий поклон. От меня гармон, От меня гармонь дискотека, Здесь пять часов музыки, Можно облететь весь Нинецкий округ За пять часов, И будете слушать. Здесь полное собрание Таких вот народных, танцевальных, Заводных, веселых, под гармошечку, Ну и немножко философских. Это праздник. Спасибо большое за подарок, Обязательно послушаем. Спасибо, обменялись подарками, Это здорово. Спасибо еще раз, Будем ждать в гости, Приезжайте на День округа. Мы не говорим до свидания, А говорим вам до новых встреч. Добра, любви и счастья. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях Был композитор, певец-гармонист Золотой десятки гармонистов России Игорь Шипков. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин